В Турине завершился третий этап гран-при сезона 2021-2022. От россиянок там выступили три спортсменки, перешедшие во взрослый возраст экс-юниорка группы Тутберидзе Майя Хромых, чемпионка мира 2021 Анна Щербакова и чемпионка Европы 2019 Софи Самодурова. Не обошлось без неожиданностей и всего спектра возможных эмоций. И если первое место бельгийки Луны Хендрикс в первый день соревнований, великая Татьяна Тарасова назвала звонка концом света, то во второй день все стало на свои места. Сочетание тройки девушек на Олимпиаду 2022 в Пекин в женском одиночном катании это главная тема для обсуждений у всех фанатов и экспертов в фигурном катании. Каждую неделю со старта сезона этапов гран-при Александра Трусова заставила дрогнуть сердца болельщиков, выиграв этап гран-при в США с травмой. Камила Валиева улетела куда-то в космос после прокатов в Канаде. Елизавета Туктамышева показала свое топовое катание, финишировав позади Камилы в Ванкувере. Анна Щербакова снова дала повод для дрожжей болельщиков, став лишь третьей в короткой программе на гран-при в Турине, но по-чемпионски показала себя в произвольной программе. Поэтому кажется, что к финалу года самой неожиданной тройкой на Олимпиаду 2022 от России будет выглядеть как сочетание с Камилой Валиевой, Майей Хромых и Аленой Косторной. Говорить же о том, что все уже решено, невозможно. В этом вопросе колебания рейтинга покруче, чем на газовом рынке. Все всегда может поменяться, так что даже Анна Щербакова пока никуда не опоздала и не лишилась шансов на поездку в Пекин 2022. Есть время, есть возможность для тренировок. Фигуристка Майей Хромых в начале этого сезона произвела неожиданный фурор на скромном турнире в Будапеште. Она обошла Анну Щербакова, нанеся ей первое за два года поражение. Анна до того выигрывала все старты, где принимала участие. Так что в Хрустальном появилась неожиданная темная лошадка в гонке за место в Олимпийской тройке. Перед началом сезона Глейхенгаус обмолвился в одном из интервью, что стоит Майе улучшить немного ее программу, поставив нужные прыжки, и она навяжет борьбу всем на чемпионате России в декабре 2021 года. Если в прошлом году все были довольны короткой и многим не хватало произвольной, то в этом и судьи, и зрители очень положительно отзываются об обеих программах. Они обе ей подходят, она хорошо в них смотрится. Дальше вопрос стабильности ее исполнения четверных прыжков. Мы продолжаем учить тройную аксель, все будет зависеть от того, выучат ли его в течение сезона. Успеем его вставить, будет иметь высокие шансы. Будет стабильно прыгать четверные, то же самое будет в борьбе, сказал Глейхенгаус. Так что фанатский мем «Майя может», который родился в конце прошлого сезона, в Олимпийской гонке опретает новую мощь. Хромых теневой фаворит в России, а пока что второе место на первом жизни этапе гран-при, отличный результат для «Майи». Еще весной казалось, что Анна Щербакова неоспоримый фаворит в гонке за место в Олимпийской сборной России. Топ-фигуристка группы Томберидзе выиграла три подряд чемпионата России, стала лучшей на чемпионате мира в Стокгольме, но вот наступает осень. Болельщики начинают волноваться после открытых прокатов. Далее волнения усилились после второго места Ани на турнире в Будапеште. «Аня просто отстал от всех на два месяца в подготовке. Она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени. В данный момент она уже лучше выглядит. Конечно, форма еще не та, но на тренировках четвертый флип мы уже восстановили», — говорил перед первым стартом хореограф группы Томберидзе Даниил Глейхенгаус. И вот наступает день короткой программы на гран-при Италии. Аня допускает ошибку, из-за которой даже Максим Траньков в эфире Первого канала в сердцах изрек. Ай-яй-яй, Аня. Сумма баллов для Щербакова по итогу вышла неплохой. Она стала третьей, но нет пока что ощущения, что Аня непобедимая. Остается только ждать второго для фигуристки этапа гран-при и самого важного старта в сезоне — Олимпийского чемпионата России. Женское фигурное катание — это такой вид спорта, где все может решить один яркий прокат, который ей показала Аня во второй день соревнований. А что касается произвольной программы Щербаковой в Турине, то она вышла на славу. Аня не первый раз демонстрирует невероятную волю к победе в сложных ситуациях. После произвольной программы на чемпионате России в Челябинске в конце прошлого года был показательный момент. Переболевшая ковидом Аня Щербакова очень тяжело дышала, отдав всю себя и все силы на прокат, но получила космический 183,79 балла за произвольный прокат. Это больше, чем у Камилы Валиевой, которая тогда была второй. Так что можно с уверенностью сказать, в гонке за место в олимпийской сборной Анна Щербакова еще не сказала своего последнего слова. Сейчас она просто преодолевает обстоятельства, что за свою карьеру ей удавалось много раз. Была сломана нога, гипс, коронавирус и вот теперь травма перед стартом олимпийского сезона. Да, сейчас Щербакова в роли нагоняющей из-за травмы в начале сезона, но после победы в Турине для фигуристки все будет идти по нарастающей. А значит интрига тоже будет в итоговой тройке в сборной России среди женщин, она вообще никуда не исчезла. И если дальше все сложится удачно, то в финале гран-при этого сезона грядет новая битва опытной Щербаковой и космической Камилы Валиевой. Потому что если в группе Тутберидзе все говорят, что Майя может, то значит и Аня сможет. Луна Хендрикс любит Валиеву, Щербакову и восхищается Туктамышевой. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, ставшая первой по итогам короткой программы на этапе гран-при в Турине, дала большое интервью, где ответила на ряд вопросов о фигурном катании. Спортсменка рассказала, кто из российских фигуристок вдохновляет ее больше всего и чье катание приносит эстетическое удовольствие. Также Луну спросили, что она думает о поднятии возрастного ценза. Вам исполнилось 22 года. Многие фигуристки заканчивают карьеру гораздо раньше, а вы только-только заявляете о себе. В чем ваш секрет? Я просто люблю фигурное катание и обожаю тренироваться каждый день. Мне кажется, я буду тренироваться и выступать до тех пор, пока просто не смогу кататься. Не могу представить, чтобы что-то заставило меня уйти из спорта. Буду продолжать, пока это не закончится. Премьер Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала медаль чемпионата мира в 24 года, вдохновляет. Когда мне было 16, тройные прыжки у меня получались так себе. Но я начала кататься очень поздно. У нас в Бельгии нет условий, чтобы грамотно тренироваться на топ-уровне, сложно совмещать школу и тренировки. Поэтому мне пришлось переехать в Голландию в спортшколу, где я могла больше работать. Так что Лиза Туктамышева и, конечно, Каролина Коснер мои примеры для подражания. Особенно Коснер, это было просто потрясающе иметь такую длинную карьеру в фигурном катании, это достойно восхищения. Она европейка, у нее прекрасное скольжение. Каролина никогда не сдавалась и вообще пример долголетия в фигурном катании. Всегда шла за своей мечтой и наслаждалась. А каково ваше мнение по поводу возрастного ценза в женском фигурном катании? Думаю, было бы отлично выходить во взрослые в 18 лет. К этому возрасту ты становишься женщиной, а не ребенком. Я не хочу сказать, что российские фигуристки дети на льду, потому что они прекрасно выступают, но я думаю, что важно находиться по многу лет в фигурном катании. И в 18 лет наступает такой момент, что ты можешь оставаться в спорте. Получаете ли вы эстетическое удовольствие от выступления юных российских фигуристок? Щербаковой, Валиевой, Трусовой-Хромых. Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии. Прекрасное скольжение, уверенные прыжки. Ну и конечно Елизавета Туктамышева. Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует ее, а еще и прыгает. Аня Щербаковой шили новое платье к произвольной программе. На утреннюю тренировку в Италии перед произвольной программой на этапе Гран-при чемпионка мира 2021 Анна Щербакова вышла в новом платье. На фигуристке можно было увидеть темно-бордовое платье с рукавами и удлиненной белой многослойной юбкой. В Будапеште спортсменка выступала в красно-синем платье. Новый вариант не всем болельщикам пришелся по душе, кто-то даже попросил вернуть прошлое платье. Но прежде чем делать выводы, следует посмотреть на наряд в прокате и при хорошей трансляции, чтобы составить окончательное впечатление.